Азербайджан Как уже известно, армия обороны Арцаха захватила в плен воюющего на стороне Азербайджана Террориста Плененный радикальный исламист Мехлет Мохаммад Аль-Шахаш из сирийского города Хамма Женат, имеет трех детей вместе с 250 другими исламистами через Турцию Он 19 октября оказался на передовой со стороны Азербайджана По его словам, им обещали 2000 долларов, но денег они не получили После ранения его оставили сослуживцы Он рассказал, что азербайджанские вооруженные силы посылают их вперед, а сами они идут второй-третьей линии До того, как прибыть в Азербайджан, Алшер участвовал в лагерных сборах, где с ними работали турецкие инструкторы Как видим, из источников, снятыми в том числе азербайджанскими вооруженными силами Баку пытается окрасить Карабахскую войну в джихадистские оттенки И неудивительно, что, как и в 90-х, в Азербайджане снова весь сброд со всего радикального ислама И тем не менее, надо отдать должное доблестной армии обороны Нагорно-Карабахской республики Арцах Которая не покупается на деянии азербайджанской стороны И уже свыше месяца в одиночку препятствует силам коалиции В числе которых не только азербайджанские и турецкие вооруженные силы Но и бандформирование Сирии, Пакистана и Афганистана Речь даже не о том, что азербайджанская страна наносит ракетные удары по церквям А потом их представитель сравнивает христианский храм с артиром Нет Также упустим из внимания распространенные азербайджанцами видеоролики В которых азербайджанские варвары в одном из домов снимают со стен христианскую символику И нецензурно выражаясь, швыряют все это на пол Шахиды, вот что важно Именно так называют в Азербайджане своих погибших Чем заставляют обратить внимание исламский мир на свой внутренний и межтерриториальный конфликт Дело в том, что в Азербайджане уверены, что лодка поплывет в том случае, если правильно поставить акценты В данном случае в этой стране отчетливо понимают, что шахидами могут быть только те военнослужащие, которые погибли за веру Иначе говоря, в исламе это понятие применяется в отношении верующих Принявших мученическую смерть и на войне против врагов Сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру В христианстве, как я уже говорил в прошлом выпуске, тоже имеется свой аналог подобной религиозной терминологии Это мученик Но что-то мы не припомним, чтобы те же армяне называли своих погибших солдат мучениками за веру Армяне называют их азатамартами, что в переводе на русский язык означает освободитель Впрочем, пан-исламский окрас конфликта и заставляет такие страны, как Афганистан и Пакистан Прямо или косвенно становиться соучастниками войны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха Так было и в 90-х, когда банды маджахедов орудовали в Карабахских горах Коим позже примкнули хорошо известные личности в Российской Федерации Как Шамиль Басаев, Салман Радуев, Хаттаб и прочие В 94-м году, когда в Азербайджане было подписано временное перемирие Банды, орудовавшие там, перебросились на Северный Кавказ В результате чего Россия пережила две чеченские кампании Это нужно особенно учитывать Российской Федерации, чтобы сценарий 90-х не повторился Российские ВКС борются с нечистью в Сирии Но Карабах куда ближе к российским рубежам, нежели Арабская Республика На сегодняшний день банды сконцентрированы всего лишь в 80 километрах от границ с Россией И те же сирийские банды с помощью Эрдогана уже рядом с нами Второй компонент всего этого, это, конечно же, пантюркизм О слогане «Одна нация, два государства» теперь наверняка уже знает каждый Эти слова принято приписывать Гейдару Алиеву, однако цитата появилась значительно раньше Впервые она была высказана в рухнаме покойного президента Туркменистана Сапар Мурада Ниязова В отношении Туркменистана и Турции Видимо, цитата настолько приглянулась Алиеву, что он стал ее использовать в отношении своей страны Так цитата и прижилась, только в отношении уже Турции и Азербайджана С недавних пор Эрдоган домыслил и озвучил, немного переиначив ее «Одна нация, шесть стран, имея в виду не только Турцию и Азербайджан, но и Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Каргастан» Эрдоган уже не скрывает, что идея великого Турана, тюркских государств реализуется на наших с вами глазах Также обозначена дата проведения Тюркского совета по реализации военного блока Туран И эта дата уже состоялась, и этот совет уже был проведен А дальше что? Дальше снова Россия и снова ее территория с тюркским большинством От Татарстана и Башкирии до Якутии Причем очень знаменательно, что, скажем, в тот же совет тюркских государств Военный совет тюркских государств Входят также страны, которые вместе с Арменией находятся в ОДКБ Дал же бог Армении такую компашку Но вернемся в Нагорный Карабах Которые вместе с Арменией являются препятствием на пути Большого Турана Как известно, в Карабахе нынче воюют около двух тысяч сирийских наемников Некоторые источники называют три тысячи Это не совсем арабы Это туркоманы Сирии из дивизии Султан Мурат Лояльный Эрдогану Если кто-то забыл, напомню, что именно они добили российского летчика После сбитого турками нашего самолета Нашего, я имею ввиду, российского В небе над Сирией Эти верные псы Эрдогана задействованы всюду, начиная от Ливии И несмотря на то, что об их участии подтвердили все мировые СМИ В том числе российское руководство В Москве продолжают считать, что Ильхам Алиев свой парень Что еще должно произойти, чтобы понять, что Алиев уже давно не свой Президент Азербайджана даже в собственной стране не свой И вряд ли контролирует происходящее в Азербайджане В этой стране часто задаются вопросом, кто у них президент Алиев или Эрдоган Вот если даже посмотреть на сегодняшний автопробег Который прошелся по улицам Баку То мы видим, что впереди у всех, как правило, флаг Турции И на заднем сидении люди держат флаги Азербайджана и России Ну, Россия, вы сами понимаете Тут нужно просто успеть лизнуть Иначе что-то может быть хуже И в Азербайджане, видимо, об этом начинают немного понимать А лизать они большие мастера Не важно, что Увы, последнего больше слышно Я имею в виду Эрдогана И, конечно, смочнее лизать нужно Турции И только потом России Даже методика, кстати говоря, проведения боевых действий Напоминает больше турецкую, нежели азербайджанскую Например, турки со времен Османской империи Не забирали для захоронения трупы своих солдат и офицеров Считалось, что чем больше трупов на вражеской территории Тем лучше Ведь в случае поражения Трупный яд может привести к экологической катастрофе На стороне противника Плюс тактика выжженной земли Но ведь не зря же, что за последние два дня Буквально азеротурецкой коалиции Используются также фосфорные боеприпасы В лесах Карабаха Турецкие инструкторы прямо говорят Ружьте все, живое и неживое В случае победы отстроите новые здания, мечети То же касается и живой силы По подобию османов Азербайджанские и турецкие военные Снимают с убитых армянских солдат и пленных Их обмундирование идут на разведку Это мы уже знаем Из-за этого, кстати говоря, армянской стране Сложно порой бывает идентифицировать По типу свой чужой В первые недели войны в Степанакерцкий госпиталь Попал даже военнослужащий без сознания С большой потерей крови Армянским врачам удалось спасти жизнь парню Но когда он пришел в сознание Оказалось, что пациент азербайджанец Он был доставлен в госпиталь В армянском обмундировании И таких случаев теперь немало Дошло до того, что армянским военным Пришлось украсить масляной краской Китель большим белым крестом Станут ли носить обмундирование Армянского солдата с крестом Те, что готовы погибнуть за веру И стать шахидом? Большой вопрос Остановит их вообще этот крест или нет? Лично я не думаю Учитывая, что, как показали Занятые вновь Карабахской армией Самообороны села Где бывали азербайджано-турецкие войска Солдаты, они же будущие шахиды С удовольствием уплетали свинину Чему является свидетельством Останки домашних животных Так что, как видим, джихадам в Карабахе Только прикрываются На деле же происходит массовое истребление Армянского населения Нагорного Карабаха И мир снова молчит Наблюдает за уничтожением Самой крайней на востоке Христианской цивилизации Не мусульманами, нет А все теми же турками И их закавказскими прихвостнями Умело виляющими хвостом Как в сторону Москвы, так и Анкары Субтитры создавал DimaTorzok